Музыка Тополь это памятник, да, дерево памятник. Для того зелентрест не имеет права выдать разрешение на обрезку тополя. Если даже нам поступает такое заявление, да, с просьбой о кранировании там или подрезке дерева, мы должны обратиться в областную экологию. Совместно выезжает областная экология, в город Зелентрест, и комиссия определяет точечно, да, какие ветки необходимо спилить. По данному вопросу, по торговой 17, к нам никто не обращался. Вчера поступила жалоба, наверное, от жильцов, скорее всего, потому что одни были за кранирование дерева, другие против. Выехал на место наш инспектор, где определил, что дерево кранировано где-то на 50%. Я бы сказал, даже ужасно кранировано. Не знаю, выживет это дерево после этого или не выживет, потому что подрезали все скелетные ветки. Когда он выехал на место, перезвонил нам, директор принял решение обратиться в полицию, на место выехала полиция и вызвали областную экологию. Сегодня уже областная экология примерно посчитала ущерб, это уже за 100 тысяч. То есть, я не помню, там свыше 60 тысяч или 30 тысяч идет уголовное дело. Поэтому дальше будем смотреть, как будут развиваться события. Со слов жильцов, вроде бы, управляющая компания. Кто там управляющая компания, я на тот момент ответил? Ренессан. Ну, не знаю, я не могу утверждать, но это со слов жильцов. Дальше будут эти следственные действия, будут определять виновника, кто заказывал обрезку, кто выполнял. Потому что, когда мы приехали, дерево уже было кранировано, в подъезд нету въезда, и там еще, я думаю, дня 2-3 надо вывозить огромную массу этих обрезков. Акт обследования не дает права на обрезку. Для того, даже если любое дерево обрезать, по правилам благоустройства, если им экология рекомендовала обрезать дерево, да, они должны получить технические условия на предприятии КП «Горзелентрес», где мы выдаем такую, типа, брошюру, да, и если есть фотография, ну, обязательно фотография дерева, и наши специалисты отмечают красным, какие ветки необходимо обрезать. Да, все это дело, процедура была не выполнена, и зелентрес бы не выдал разрешение на обрезку, не согласовал с областной экологией. Поэтому этот акт, это просто рекомендация, да, что дерево необходимо обрезать. Я согласен, да, дерево очень старое, мы его взяли в 83-м, получили на него охранное свидетельство, там где-то в СМИ видел, что ему 201 год, на момент его получения было 100, 137 лет, и уже, считайте, 37, ну, где-то 175-174 года этого дерева. Ну, в рамках сложившихся обстоятельств, мы обязаны обратиться в полицию, да, так как был он еще в громаде города, и мы обратились в областную экологию. Сегодня уже я едущий сюда, мне перезвонили, что примерно ущерб, там, за 112 тысяч, они сейчас обсчитывают все точно, и я думаю, до вечера или завтра утром все данные будут готовы. Коль прошла такая уже, я бы сказал, это нещадящая обрезка, такая убийственная обрезка, первое, что надо необходимо, замазать все срезы, да, потому что будут осадки, будут попадать грибковые заболевания, дерево начнет валеть. А дальше уже смотреть, как оно будет. Ну, в течение, я думаю, двух-трех лет оно будет видно. У нас всего где-то порядка 25 деревьев, деревьев памятников, да, ну, это первый такой случай вандализма. У нас в сквере Старосина, вот мы сейчас тоже посмотрели Платан, там тоже дерево-памятник, мы сейчас будем обращаться в экологию, для того, чтобы мы сами подрезали, но мы выполним это требование, обратимся, потому что там дерево в плохом очень таком состоянии, но все равно надо выполнять требования, законы.